Добрый вечер, дорогие друзья! С праздником всех! С самым нашим главным святым праздником! С Днём Победы! Традиционно в эти дни даю концерты. Вот 7 мая был концерт в Санкт-Петербурге, в Питере родном. Сегодня здесь. Для меня это всегда очень сложный концерт на протяжении многих лет. Потому что праздник такой, как поется в известной песне со слезами на глазах. Потому что пою далеко не свои песни, особенно именно в первом отделении. Мы сегодня, я думаю, вместе их будем петь. Возможно, их несколько по-своему исполняю, но это уже, как говорится, кто как видит. Ну, собственно говоря, как в том фильме, я в бою скажу, поэтому я лучше спою, чем много говорить. Ну, собственно говоря, с одной из этих песен и начну. С Днём Победы! 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 От солдат. Стрелок взлетел к облакам, Зеленая ракета, И значит нам, штурмовикам, Опять работать где-то, Три года ада за спиной, Мы все, друзья, теряем, Нас ждет опять смертельный бой, Нас ждет опять смертельный бой, Сомнения прочь взлетаем. Забыло небо то, что есть, Цвет голубой на свете, Наверно, на ветвейших местах. Мы душим годом эти, Горит родная Беларусь, Мороз идет по коже, Я верю в то, что я вернусь, Я верю в то, что я вернусь. Стрелок мой верит тоже. Небо! Ты нас не забудешь, Ты все-таки нашим осталась, Мы все как один, Мы дожить до победы мечтали. Небо! Мы шли сквозь огонь, Нам тяжелое время досталось, Сжимая штурвал, Стизнув зубы, Мы в бой улетали. Под плоскостями дымыча колонна танков, Прет фашисты, Братцы кричат, Эрхимед, Чваса тот, В пике глубокое я вхожу, Смертьям двум не бывать, Я вам сейчас всем покажу, Я вам сейчас всем покажу. Такую вашу мать, Горит земля, Вот это пай! И мессеры носили, Вот черт не фас, Зашел ходой, Я видно на прицеле, И мой стрелок навек умолк, И боль мне сердце давит. Сегодня вечером наш полк, Столовой вечером наш полк, Хлеб с водкой нам поставили. Небо! Ты нас не забудешь, Ты все-таки нашим осталась, Мы все, как один, Мы дожить до победы мечтали. Небо! Мы шли сквозь огонь, Нам тяжелое время досталось, Сжимая штурвал, Стиснув зубы, Мы в бой полетали. Летят метра в сером осле, Огонь уже в кабине, Не прыгать смысла просто нет, Нет мысли ни в памине, За здорово живешь в бою, Мне погибать не гоже, И жизнь короткую свою, И жизнь короткую свою. Продумья под рожь, Мое последнее пикет, На сад мне не вернуться, Без бомб я нынче на реке, А мне в фоксе не промокнуться, Штурвал бы только удержать, Теперь молитесь, гады, Еще успел я прокричать, Ребята! Лык упоминать, Наш экипаж не надо! Небо, Ты нас не забудешь, Ты все-таки нашим осталась, Мы все как один, Мы дожили до победы, Мечтали. Небо, Мы шли сквозь огонь, Нам тяжелое время досталось, Сжимая штурвал, Стизнув зубы, Мы в обои улетали В небо. Спасибо. Песня эта посвящена была в свое время, Ей уже 31 год, Как раз вот в эти дни исполнилось, Она посвящена летчикам, Штурмовикам, Экипажам, Не вернувшихся с боевых заданий, Я даже полностью произнесу Наименование этого соединения, Первой гвардейской, Орденов Ленина, Дважды краснознаменно, Орденов Кутузова и Суворова, Штурмовой авиационной дивизии, Сталинградской штурмовой авиационной дивизии. Она и сегодня существует, Мало того, Она выполняет сегодня Сложнейшие боевые задачи, Это уже смешанная авиационная дивизия. Вот, Я горжусь тем, Что когда-то лейтенантом Прибыл в белорусский военный округ В 88-м году, И Моя служба началась В том числе, Именно с этого соединения. Когда же была написана, Примерно чуть раньше, И вот эта следующая песня, Я помню, Что написал ее На 45-летие Победы, То есть это был 90-й год. Ничего сильно не поменялось, Только игры стали, Не те, как мы бегали, С автоматами, Я еще бегал с деревянными, Автоматами, Потом Уже дети наши с пластмассовыми, А сегодня сидят за компьютерами, Вот, И все равно Есть такие, Которые правильные. Сквозь время мы годы воюем, Отцов и дедов повторяем, Мы снова высоты штурмуем, И словно в заправду стреляем, Хоть войны по книжкам узнали, Отчаянно все же рискуем, Пластмасса в руках вместо стали, Мы снова воюем, 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 И пусть и не война, Всего лишь войнушка, И пусть автоматы, Всего лишь игрушки, Все как на войне, Мы врага атакуем, Мы снова и снова воюем, Воюем, Воюем. Мы сами дошли до Берлина, Пройдя всех дворов повороты, Мы сами взорвались на минах, В атаке водили мы роты, Мы вместо погибших стреляем, Когда отступаем, И горюем, А пусть и при все это, Мы знаем, Но снова воюем, 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 И пусть не война, Всего лишь войнушка, И пусть автоматы, Всего лишь игрушки, Все как на войне, Мы врага атакуем, Мы снова и снова воюем, Воюем, Воюем. Все войны свои я закончил, Годов уже стало поболее, Но что-то в душе болит очень, Когда выхожу в чисто поле, Здесь дед мой средь тысяч схоронен, По ним мы полувека тоскуем, За ним поднимаемся с боем, И снова воюем, 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 И пусть не война, Всего лишь войнушка, И пусть автоматы, Всего лишь игрушки, Все как на войне, Мы врага атакуем, Мы снова и снова воюем, Воюем, Воюем. Войну сын не бит в память, Малыш, Перед и десяткласса, А просят уже в магазине Купить автоматы с пластмасса, И пусть не война, Всего лишь войнушка, И пусть автоматы, Всего лишь игрушки, Все как на войне, Мы врага атакуем, Мы снова и не снова воюем, Воюем, Воюем. Фраза в песне есть, Мы сами дошли до Берлина. Так получилось, Две недели назад я был в Берлине. Ну, наверное, Если бы в те времена, Когда я писал эту песню, Мне бы такое сказали, Ну, я бы повертел виску, Вернее, Ну, я бы не вертел пальчиком виском, Около виска, А подумал, Ну, что мы идем туда, Потому что это была еще советская армия, И задачи были, Как у нас в Белорусском военном округе говорили, У нас был замминистра, Ну, вернее, замкомандующего округом, Еще тогда нас собирали, Я был командиром части, Он говорит, Так, ну, Вы же понимаете, Что в военное время Белорусский военный округ Преобразуется в Белорусский фронт, И мы идем форсировать Ла-Манш, Вот, И поэтому фразу, Мы сами дошли до Берлина, Если бы мне тогда сказали, Я бы подумал об этом, На самом деле, Уже другие времена, Знаете, У меня очень много впечатлений Об этом небольшом, Скажем так, Я там был всего день, Две ночи, День, Жил рядом с Рейхстагом, Представляете, Рядом, Очень поразило отношение немцев, К памяти Наших воинов, Я честно говорю, Я обалдел, Ну, во-первых, Я узнал, Что в Рейхстаге, Когда проводилась его реконструкция, Ставили вот этот купол, Которого не было со времен войны, Архитектор, Который этим занимался, Известнейшая, Сейчас фамилию, Неспон, По-моему, Француз, Снимали штукатурку внутреннюю, Нашли надписи советских бойцов, Которые оставляли там, Он сказал, Надо сохранить, Их законсервировали, Восстановили, Они там есть, К сожалению, Не смог туда зайти, Потому что очередь, Мы сказали, Ну, записывай дня за три, Вот, Нацарапать на стенке Я ничего не решился, Вот, Но, Потом, конечно, Я был в Трептов парке, Но это величие, Оно, Видно, За этим, За всем ухаживают, Ухаживают немцы, Для них это память, Они понимают, Отчего их спасла советская армия, Ну, не спасла, Как сказать, Избавила, Сиргартен, Вообще интересная история, Это был первый монумент, Там начинали Хоронить бойцов, Которые штурмовали, И так уже 9 мая, Это был первый мемориал Погибшим, И уже потом там был памятник, Он потом оказался на территории Западного Берлина, И это было единственное место, Ну, фактически, На территории НАТО, Где было разрешено разместить Караул, Пост Советской армии, Да, Там были провокации, Там убивали солдат, Я еще помню в своем детстве В доме офицера в Казахстане, Когда висели вот эти, Знаете, Геройский кто-то погиб, Там и так далее, Там, В числе всего прочего, Вот часовой, Который стоял у памятника, Его там, Биваншисты убили, А он защищал памятник, И вот это все, Ну, для меня это было потрясением, А до этого я был в Варшаве, Ну, то есть я из Варшавы туда приехал, В Берлину, Вот, К сожалению, Пою я вот эту песню, Уже на протяжении ровно 30 лет, Она была написана в 93 году, Как разовая какая-то, Как мне казалось, У меня есть близкий друг, Он шеф-пилот-испытатель Иркутского авиационного завода, Сергей Михайлюк, Он когда-то, Ну, долгие-долгие годы Ездил в отпуск, Все время, Ну, поправить там здоровье, Испытательная работа, Это непростое дело, В Карлову Ара. Я пока, говорит, В Чехию не поеду, Пока они не восстановят Те памятники, Которые они снесли. И это не про одну страну, К сожалению. Мой дом последний здесь, Здесь в плащ-палатках рваных Наш взвод почти что весь Лежит в смертельных ранах, Здесь братская могила, Здесь вечно отдыхаем, Земля нас всех сполотила, Мы годы отдыхаем, Мы скоро вспоминаем, Как прямо Нас запад шли упрямо, Не дождались нас мамы, И я найти не смог. Мне бы Увидеть свое небо, Услышите запах Хлеба Вернуться на восток, А люди там над нами Ломают монументы, И по венгам Ногами Растоптанных вселенной Тот танк, Что этот город Осмобождал когда-то И что стоял здесь гордо, Уже пропал куда-то Ветер Ты знаешь Все на свете За что жили люди эти Теперь так залы на нас? Сколько Нас полегло здесь Сколько В земле чужой Да только Все бы забылось в раз Ну все, нас переносят Весь взвод за город прямо, Потом их дети спросят, Что было бы тихо Ямахом Здесь были те ребята, Которых не дождались, Которые когда-то За их народ Сражались Пули Гасили Насыгнули Но все же мы Не свернули Врагу пришлось Бежать Ждали Когда нас здесь Так ждали За них мы Жизнь отдали Остались Где-то Прошло хоть Много лет Но Нас помнят И теперь Мне бы Увидеть Своё небо Услышать Запах Хлеба Открыть Родную дверь Мне бы Увидеть Своё небо Услышать Запах Хлеба Открыть Родную дверь Спасибо Спасибо Дальше вместе поём Бьётся Бьётся Тесной Печурки Огонь На поленье Смолоков Слеза И поёт Мне В землянке Гармонь Про улыбку Твою И глаза И поёт Мне В землянке Гармонь Про улыбку Твою И глаза Про Тебя Мне Жептали Кусты В Белоснежных Полях Под Москвой Я хочу Чтобы Слышала Ты Как Тоскует Мой Голос Живой Я хочу Чтобы Слышала Ты Как Тоскует Мой Голос Живой Ты Сейчас Далеко Далеко Между нами Снега И Снега До Тебя Мне Дойти Нелегко А До Смерти Четыре Шага До Тебя Мне Дойти Нелегко До Смерти Четыре Шага Пой Гармоника В Юге Назло Заплутавшее Счастье Зови Мне В холодной Землянке Тепло От Моей Негасимой Любви Мне В холодной Землянке Тепло От Моей Негасимой Любви Бьется Бьется В тесной Чурке Огонь На Паленье Смола Как Слеза И Поет Мне В землянке Гармон Про Улыбку Твою И В глаза Бьется Поет Мне В землянке Гармоник Про Улыбку Твою И Глаза Прожектор Шарит Осторожно По Пригорку И Ночь От Этого Нам Кажется Темник Который Месяц Не Снимал И Гимнастюрку Который Месяц Не Растегивал Ремни Есть У Меня В запасе И За Снаряда В кесете Вышит Душистый Самосад Солдату Лишнего Имущества Не Надо Махнем Не Глядя Как На Фронте Говорят Солдату Лишнего Имущества Не Надо Махнем Не Глядя Как На Фронте Говорят Солдат Хранит В кармане Вытвешивши Шинели Письмо От Матери До Горь Родной Земли Мы Для Победы Ничего Не Пожалели Мы Даже Сердце Как Инзе Не Берегли Что Пожелать Тебе Сегодня Перед Субтитры 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 Как На Фронте Говорят Я думаю Многие из вас Вчера или в эти дни смотрели этот фильм Это как-то ну уже наверное мы не можем без этого Это как на Новый год допустим Ирония судьбы и с легким паром Хотя конечно такие сравнения некорректны но тем не менее это наше вот песня которую я написал на стихи Олега Кашицына она мне сама очень нравится потому что это замечательные стихи и это действительно наше Мне его позабыть не с руки Этот фильм он знаком мне до боли На экране идут старики Истребители Летное поле Там Макарыч колдует с утра Над вернувшейся с боя девяткой Выбивает опять штуцера Заменит И будет в порядке Там идет у костра разговор По душам там беседуют строго Расстреляв мистер шмит его мор Будем жить погибает Серега Там Ромео и Маша Любовь да такая что даже Шекспиру не приснилось И А нет тальянка Передышка пятнадцать минут И разносится поле Смуглянка Талья Война, и я не забыть, Взрывы дым, застилающие солнце, Но маэстро твердит, будем жить, И мы знаем, он точно вернется. Эх, война, годы те далеки, Лишь в кино восстались летая, Но идут в бой одни старики В день победы 9 мая. День победы 9 мая. Не знаю, не хотел петь, но думаю, споем. Просто песня, где об этом замечательном, великом, я скажу, фильме, конечно, о маэстро, И, ну, песня, она не ко дню победы, но здесь об этом тоже речь. И премьера, я ее пел здесь один раз всего лишь, по-моему. Премьера была в октябре прошлого года на плаце Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Я написал, я помню, буквально за несколько дней до выпуска из училища. И я боялся сбиться, в конце концов попросил поставить мне тоже пюпитер, я с него пел. Хотя все равно это все было так достаточно криво, но от души. И потом, ну, и выпускники, и курсанты, вот до сих пор не пишут, а вы не оформили ее там, ну, аранжировку или вообще где-то. Ее нет в интернете, но сама по себе она есть. Кстати, в зале здесь есть летчик, который выпускался именно тогда, когда я эту песню пел. Сейчас не принято называть фамилии, я только имя скажу. Владислава. Это очень небольшое. Солнце мое, спасибо, что пришла. Это был первый авиационный выпуск. И я не лукавлю, не хочу поддерживать те иногда сентенции, которые в интернете разгорались насчет вот этого женского призыва. Мы в своей военной программе их много снимали. И я вот у нее брал интервью, когда она еще была на четвертом курсе, она очень продвинутая. Она на форуме «Армия» уже L410 на показательной программе там водила курсантам. Вот. А сегодня вводит большой самолет L22. Очень рад. Еще раз спасибо, что пришла. Вот. А песня, да, тогда исполнялась. Я надеюсь, что в этом году ее тоже... Хотя, вот честно скажу, знаете, я уже, ну, не сильно пожилой человек, но мне уже где-то к 60. Вот. И я так растрогался, когда вот они шли. Парни, парни, парни и девчонки. Для меня дети, конечно. Вот. Монетки эти бросали вверх. Вот честно говорю, как бы это сентиментально не звучало, слезу пустил. Потому что очень хочется, чтобы они работали в мирном небе, а понимаешь, где они будут работать. И очень хочется, чтобы все возвращались. Вот. Ну, до боли хочется. Не знаю. Смотрю вот эти молодые лица. Они счастливые, а мы боимся за них. Переживаем, вернее, наверное. Не боимся. Неверно сказал. Ну, ладно. Я всегда... Я сегодня интервью здесь давал задолго до концерта. И говорил, что... Я люблю между песнями побазалить. Мы строим крайний раз, чеканим шаг. И все огромно плацу разбудит осень. И разделилась жизнь на то и после. Лучами солнца в небе реет флаг. И мы породно твердый держим шаг. И не поверить за спиной пять лет. От счастья и волнения мурашки Взовьются в небо летные фуражки. А на бетон прольется дождь монет. И дай нам Бог, чтобы в небе много лет Не на земле, а в небе нам служить. Для службы этой обрели мы крылья. Мы рождены, чтобы сказку сделать пылью. А значит, в этом небе будем жить. Как замечал маэстро, будем жить. Раскатится оркестр войсковой. Прощание славянки метью грянет. И хоть листвой осень мир погрянет. Весна на сердце летает синевой. И рвется сердце в небо, рвется в бой. Теперь в строю крылом к крылу стоять. За противолетных навсегда в ответе. И дай Господь, чтобы тост, который третий, Нам друг за друга в жизни не поднять. И чтобы нас у неба не отнять. Не на земле, а в небе нам служить. Для службы этой обрели мы крылья. Мы рождены, чтобы сказку сделать пылью. А значит, в этом небе будем жить. Как замечал маэстро, будем жить. Спасибо тем, кто научил летать И уважать все летные законы. А впереди по жизни гарнизоны К аэродромам нам не привыкать. У нас работа лучшая, летать. Инструктора и даже генерал Нам пожелали долгой летной жизни На службе нашей матушке отчизне. Нам руки на прощание пожел И честь от вам, аж летный генерал. Не на земле, а в небе нам служить. Для службы этой обрели мы крылья. Мы рождены, чтобы сказку сделать пылью. А значит, в этом небе будем жить. Как замечал маэстро. Мы строим крайний раз, чеканим шаг. И все огромно плацу разбудит осень. И разделилась жизнь на до и после. Лучами солнца в небе реет флаг. И мы поротно твердый держим шаг. Не на земле, а в небе нам служить. Для службы этой обрели мы крылья. Мы рождены, чтобы сказку сделать пылью. А значит, в этом небе будем жить. Как замечал маэстро. Будем жить. Будем жить. Спасибо. Мой отец не дождался своего папу с войны. И для меня очень дорогого стоит, что я все-таки свою армейскую судьбу Ну, во-первых, связал с вооруженными силами. И мне было на кого равняться, на моего папу. У него 32 года календаря было. И он как-то мне говорил, вот, хорошо, что я могу слышать эту песню. А он писал стихи. Немного, но и скрывал это челина. Вот. Он говорит, наверное, если бы мой отец пришел с войны, я бы тоже ему написал. Поэтому я спою эту песню, которую я своему папе пил. Батя, здравствуй. Не верится ей Богу, да вернулся я назад, вроде мой дом. Батя, здравствуй. Устал я за дорогу и не спрашивали пока что ни о чем. Батя, здравствуй. Был долгим год, как на войне, три за один. Но снова мы вдвоем. Батя, здравствуй. Весь год сказать хотелось мне обнять тебя. А фразы все потом. За старым сядем мы столом, покрепче что-нибудь нальем. Батя, от тебя-то готовит. И стол в колодке заберет. Весь мир вокруг перевернет. Развяжет мой завязанный язык. Но как дела? Даже пока. И не болят еще пока. Иду, как прежде, прямо на пролон. А жизнь стремительно бежит. И как цыганка выражит. Оглянусь, пожалуй, я потом. Проблемы есть, когда их нет. Не стал пока не милым свет. Хотя порой трясет, но лишь слегка. Но свой я вытянул билеты. С ним по жизни столько лет. По жизни еду. Ох, с ним. А пока. За старым сядем мы столом, покрепче что-нибудь нальем. Ах, Батя, от тебя так отвык. И стол в колодке заберет. Весь мир вокруг перевернет. Развяжет мой завязанный язык. Батя, здравствуй. Года свое к лишнюю берут. И ты еще чуть-чуть, но постарел. Батя, здравствуй. И пусть календари не врут. Твой взгляд горит все так же, как горел. Батя, здравствуй. Я наяву, а не во сне. Увидеть поскорей тебя хотел. Батя, здравствуй. Я дома, а не на войне. Я гость, пусть в тебя нам все же прилетел. За старым сядем мы столом, покрепче что-нибудь нальем. Ах, Батя, от тебя так отвык. И стол в колодке заберет. Весь мир вокруг перевернет. Развяжет мой завязанный язык. Романтик кончился во мне. Воюю даже и во сне покрылись пылью детские мечты. Ты сам когда-то скину гнул. Лямку тридцать лет цену. А я теперь вот так же, как и ты. Стараюсь правду говорить. Не унывать и честно жить. Как с мамой научили вы меня. И звезды не хапают с небес. И в грязь пока еще не влез. Живу как все. Деньга не не изменяй. За старым сядем мы столом, покрепче что-нибудь нальем. Ах, Батя, от тебя это котовык. И стол в колодке заберет. Весь мир вокруг перевернет. Развяжется мой завязанный язык. Счастлива, Батя. Так не хочу изжать и не разжать. Пожать ей руки. Счастлива, Батя. Ты молодцом и так держать. Вот только, Батя, от мамы береги. Счастлива, Батя. Не сильно верю я судьбе. Но верю я вернусь в родимый дом. Счастлива, Батя. Я шепотом скажу тебе и обниму. А фразы все потом. Из моего любимого фильма, песня. Туман, туман, седая пелена. Далеко, далеко за туманами война. И тут бои без нас, но за нами нет вины. Мы к земле приколаны туманом. Воздушные рабочие войны. Туман, туман на прошлом, на былом. Далеко, далеко за туманами наш дом. А в землянке фронтовой нам про детство снятся сны. Видно все, мы рано повзрослели. Воздушные рабочие войны. Туман, туман окутал землю вновь. Далеко, далеко за туманами любовь. Долго нас невестам ждать с чужедальней стороны. Мы не все вернёмся из полёта, воздушные рабочие. Воздушные рабочие. Войны. Лётчик был Иван Иваныч, Штурман был Иван Степаныч, Стрелок родист Иван Фомич, Техник был Иван Ильич, Держит курс Иван Иваныч, Держит связь Иван Степаныч. Пой ведёт Иван Фомич, В землянке спит Иван Ильич, Пьёт коньяк Иван Иваныч, Пьёт вино Иван Степаныч, Водку пьёт Иван Ильич, Стрелок родист Иван Ильич, Водку пьёт, Техник был Иван Ильич, 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 Хотя отец у него Морской офицер, Их побросало там Северных вот и так далее, Он давно не живёт в Беларуси, Он живёт в Канаде уже Не один десяток лет, Я даже не знаю жив он сейчас, Он старше гораздо. Это Марк Мейрман, Я иногда пою его песни. Мы не пехота, Мы проказа, Мы для победы Полукровки, Что ваши литеры В приказах Читайте по татуировкам, По небу будет опознание, Откройте райские ворота, И мы придём без опознания, Щи и ключи, Апостол Пётр, Мы не пехота, Мы погибли По батальонам И посмертам, Там где не выживут Другие, Мы к наступлению Примера, Феномы Искупаем кровью, Их в ихней крови Искупаем Не ненавистью, Не любовью Мы наступаем, Наступаем, Мы не пехота, Похоронка, С одной заполненной датой, Черкни комбат По самой хромке, Мы не пехота, Мы не солдаты, Бредут, Бредут, Бредут Штрафные души, И после смерти Вне закона Ты никого, Бардук, не слушай, Мы все штрафные Батальоны Все штрафные Батальоны Очень нравятся, Может потому, что Я живу в Минске В доме, Который построили Немецкие военнопленные, А рядом вот вы идите, У меня там сразу Сын звучит. Вот. Батальоны 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 Субтитры создавал DimaTorzok Пали знамена новых римлян у Мацалея Но не сдавался только он, старый вельдмайстер-аккордеон Auf Wiedersehen, meine kleine, Auf Wiedersehen Но не сдавался только он, старый вельдмайстер-аккордеон Auf Wiedersehen, meine kleine, Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen, meine kleine, Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen, meine kleine, Auf Wiedersehen Клавиатура чуть желта, точно с прокуренного рта Сходят куплеты, что на русском, что на фене Где твой хозяин, где конвой Ремни, как руки за спиной Но ты не пленный, ты трофейный, ты трофейный Где твой хозяин, где конвой Ремни, как руки за спиной Но ты не пленный, ты трофейный, ты трофейный О Хорста Веселя обман, о этих клавишей дурман Пусть воды свисла чим совсем, не воды шпрея Что ж победитель, инвалид, белу пивной себе на взрыв Auf Wiedersehen, meine kleine Auf Wiedersehen Что ж победитель, инвалид, белу пивной себе на взрыв Auf Wiedersehen, meine kleine Auf Wiedersehen Помнишь военнопленных строй? Вермахт разрушил, вермахт строит Пали знамена новых римлян, на ум обзалеян Но не сдавался только он, старый вельмайстер аккордин Auf Wiedersehen, meine kleine Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Музыканту пошел 21-й годок Дымом охорки, как тонкая змейка Три недели на фронте Конечно, не срок, вместо скрипки На руках трех линейках В октябре ветер стал, и прозрачней злее земля грязно-рыжего цвета Представлял он порой маленьких лебедей Белоснежных танцовщиц балета Белоснежных танцовщиц балета Несмотря на распутица с лякоти дождь Наслаждались невидимым танцем Он не кашлял в кулак Не испытывал дрожь и в аккордах сжимал свои пальцы Громыхнула, накрыла хопу землей И огнем цвета алого мака Подымая стрелковую роту ногой Старшина глухо крикнул в атаку Старшина Глухо крикнул в атаку Облака полыхали И пули как крат И колола под ложечкой тупо И стрелял, и бежал музыкант наугад По размокшей земле и по трупам Этой жизни постигнуть немыслима суть И в сражении слепой круговерти Музыканта осколком ударило в грудь И он рухнул Подкушенный смертью Дождь все львется и ввется И мир весь размок Старшина закрутил самокрутку Затянулся, вздохнул Эх, ну как же, сынок Музыкант Дождь четвертой сутки И пехота шагала листвой шурша Что и грязь, не погода, и горы Не летела погибшего парня душа Далеко к лебединым озерам Далеко к лебединым озерам Спасибо Очень известная песня Я ее так для себя называю Мой любимый военный блюз Может, потому что я ее так парил Темная ночь Только пули свистят в степи Только ветер гудит в проводах Ускула звезды Лицоэрт В темную ночь Ты, любимая, знай, спишь И у детской кроватки тайком Ты слезу утираешь Как я люблю Глубину твоих ласковых глаз Как я хочу К ним прижаться сейчас О, Ваня Темная ночь Разделяет Любимая нас И тревожная Черная степь Прыгла между нами Верю в тебя В дорогую подругу мою Эта вера От пули меня Темной ночью Хранила Радостно мне Я спокоен В смертельном бою Знаю, встретишь С любовью меня Чтоб со мной не случилось Смерть не страшна С ней не раз мы Встречались В степи Вот и теперь Надо мною Она Кружится Ты меня ждешь И у детской Кроватки не спишь И поэтому Знаю, со мной Ничего не случится Ничего Не случится Не случится От Москвы до Бриста Нет такого места Где бы ни скитались Мы в пыли С лейкой и блокнотом А то и с пулеметом Сквозь огонь и стужу Мы прошли Без гладко товарищ Песню не заваришь Так давай по маленькой нальем Выпьем записавших Выпьем заснимавших Выпьем заснимавших Выпьем за шагавших Под огнем Есть что-бы Выпить повод За военный провод За удвозаинку За успех Как пешком шагали Как плечом толкали Как мы поспевали Раньше всех От ветру и водки Хрипли наши глотки Но мы скажем тем Кто упрекнет С наше покачуйте С наше поночуйте С наше повоюйте Хоть бы год С наше покачуйте С наше поночуйте С наше повоюйте Хоть бы год Там где мы бывали Нам танков не давали Но мы не терялись никогда Так и Капидрана мы с одним наганом Первыми въезжали в города Так выпьем за победу, за нашу газету А не доживем, мой дорогой Кто-нибудь услышит, снимет и напишет Кто-нибудь помянет нас с тобой Кто-нибудь услышит, снимет и напишет Кто-нибудь помянет нас с тобой Как безгладка, товарищ, песню не заваришь Тогда мы помаленькой нальем Выпьем за писавших, выпьем за снимавших Выпьем за шагавших под огнем Выпьем за писавших, выпьем за снимавших Выпьем за шагавших под огнем Родная для меня песня, как для военного корреспондента Вообще я скажу, это же стихи Симонова, Константина Человек, который воевал Сегодня вот я пел Шел солдат По пригорку Прожектор шарит по пригорку Это Михаил Матусовский Это люди, которые прошли войну Это вот Там ты не покривишь душой Это вот Те строки, которые Которых не убавить, не прибавить Которые Ну, как сказать Написаны душой крови Пролитой своих товарищей Поэтому Ну, это очень такие Дорогие песни Я попробую еще одну песню спеть Я просто, ну Моя замечательная Коллега Друг мой Хотела приехать сюда из Рязани Прекрасный журналист-фотограф Ирина Теущакова И Она просила эту песню спеть Ну, говорит Я приеду, ты ее, конечно, споешь Потом она Ну, вот мне пишет перед концертом Вот у меня не получается Но ты ее все равно спой Я говорю, слушай Я даже шпаргалку не взял Потому что ее пою только Когда ты приезжаешь Ну, я попробую Если я собьюсь Ну, значит, не судьба Это потому что Ну, это в тему Предыдущей песни Потому что Это написано уже Про нашу работу То, которую Я занимаюсь сегодня По пести Словно гарнизон Беру плотнот И микрофон Видеокамера С собой В арсенале Когда идем В эфир Прямой То, как На франте Словно в бой В своих В атаках Мы не раз Вые сутки Брали В пустынче Сложно рассказать О тех Кто смог от жизни взять А мы О тех Кто убрал Берлин Победным маем Кто под огнем В атаках встал И жизнь За родину Отдал А мыльных Упер Извините Не снимаем Пусть Мы далеки Ламур Уюта Нам Мороз Лизной В окопе Это в норме Подгрохот танков Пуши гром Под атаку С камерой Идем На поле Боя Телевидение Пере С армия Пусть Отдыхает Голливуд, им подавай хламур, уюта Нам о морозе лесной в окопе, это в норме Под крохот танков уши гром, в атаку с камерой идем На поле боя, телевидение в форме Под крохот танков уши гром, в атаку с камерой идем На поле боя, телевидение в форме Телевидение в форме Телевидение в форме Не сбился. К следующему году будет специально тренироваться в следующем году 30 лет телекомпании Воен-ТВ, Министерства обороны Республики Беларусь. У нас будет много всяких мероприятий, конечно, заставят ее петь. Но судьба, конечно, военного журналиста, это дороги военного тележурналиста или просто любого. Дальше тоже еще из любимых песен. Эх, дороги, пыль да туман, Холода, тревоги, да степной бурья. Знать не можешь доли своей. Может, крылья сложишь посреди степей. Вьется пыль под сапогами, степями, полями, А кругом бушует пламя, да пули свистят. Эх, дороги, пыль да туман, Холода, тревоги, да степной бурья. Выстрел грянет, ворон кружит. Твой дружок в бурьяне неживой лежит. А дорога дальше мчится, пыль да туман, Холода, тревоги, да степной бурья. Песня. 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 Ну, прежде чем мы отправимся на перекур, премьера. Новая песня. С ней такая история связана, непростая. Но это не совсем моя песня, вернее, не совсем мои стихи. Я давно переписываюсь с замечательным человеком. Это генерал-майор авиации, уже в отставке. Геннадий Петрович Кочергин. Он командовал дивизией военно-транспортной авиации, по-моему, его крайняя должность. Три боевых ордена, это Афганистан весь и так далее. Он пишет замечательные стихи. На них пишут песни. Кто увлекается творчеством Вадима Захарова, там есть песня «Летная куртка» на стихи Геннадия Петровича. Он мне писал, присылал свои стихи, говорит, может быть, у вас все-таки возникнут какие-то мысли, написать какую-то песню. У меня вообще очень редкая история, чтобы я на чужие стихи писал песни. И здесь я, ну, читал, и вот одно небольшое стихотворение, небольшое, которое он мне прислал два года назад. Вот оно мне как-то запало, и вот, ну, не выходило из головы. Вот я его периодически читал, надо сказать, что он очень деликатный человек, ему уже под 80. Он мне никогда не спрашивал. Он поздравляет, там, с праздниками, пишет какие-то, я его тоже поздравляю. Вот. Ну, в отличие от всяких историй, когда спрашивают, что не написал эту песню. Вот. Тут не было такого. И вот в апреле, ну, буквально, то есть в прошлом месяце, я что-то вот смотрю на стихотворение, оно называется «Воздушный бой». Ну, небольшое, ну, вот оно, вот, какие-то фразы такие, которые мне близки. Я понимаю, ну, для песни, как бы, ну, немного. Думаю, а вот это бы пошло для припева. Раз-раз как-то еще добавил там четыре строчки. Наверное, вот припев будет. А потом еще, еще, еще. У меня песни-то длинные. И, в общем, короче, я там настрочил, что-то поменял и добавил еще два раза по три. Вот. Но эта песня на стихи Геннадия Корчергина и Николая Анисимова, скажем так, ну, и моя музыка. Я, конечно, ему отправил, говорю, на ваше командирское решение. Я тут так вольно поступил с вашими стихами, и, ну, он дал добро и сказал, что это все очень здорово. Здесь еще такая сакральная вещь произошла. Я закончил именно, ну, работу над текстом 26 апреля. Ну, как-то, ну, просто дата как дата. Ну, чернобыльская дата, ладно. И тут как-то случайно глянул там, не знаю, в календарь или куда в интернет. Оказывается, это вот именно в этот день сто лет исполнилось бы Сергею Макарычу Крамаренко, герой Советского Союза, одному из самых лучших реактивных асов мира, который два десятка самолетов сбил в небе 38-й параллели во время Корейской войны. Мы, ну, я могу даже сказать, что дружили с Сергеем Макарычем. Я у него брал огромное интервью, в году в 14-м, по-моему, трехчасовой. Мы делали программу годовщине, ну, юбилея, начала войны в Корее, 2015 год, то есть 65 лет. Интервью просто, ну, для меня оно было потрясающее. Там где-то почти половина он рассказывал о Великой Отечественной войне. Он-то воевал там еще. И с Кожедубом был ведомым у Кожедуба некоторое время. И дружил до самой смерти Ивана Никитича, как он говорил. Я бы не генералом, майором ушел на пенсию, а повыше, если бы с Ваней не дружил. Он мне, иди ко мне, значит, в мои структуры. Ну, неважно. Вот, но просто вот те истории, которые он рассказывал про Великую Отечественную войну, они в программу не вошли, но у меня это интервью есть. И я все-таки вот думаю, когда-то я... У меня вот таких три интервьюшки, которые полностью, я считаю, надо выдавать на экран. Это вот Сергей Макарыч Крамаренко, это Лев Щукин, тоже уже покойный, который тоже герой Советского Союза и тоже воевал в Корее. Мы брали это интервью в Беларуси, он жил в Минске. И интервью Марину Лаврентьевну Попович. Кстати, сестра осенью, Валентина Лаврентьевна, здесь сидит. Спасибо, что пришли, Валентина Лаврентьевна. Очень, Марина, дорогая для меня. Вы видите, я отвлекаюсь от всяких, я люблю поговорить. И все-таки я тоже, ну вот, я очень рад, что она пришла сегодня сюда, потому что мы действительно очень близко дружили. Ну, возвращаясь к Крамаренко, вот те моменты, которые он рассказывал про Великую Отечественную войну, которые не вошли в программу, как его сбили. Он горел, причем сгорел очень капитально. Ну, если я сейчас начну рассказать, это будет очень долго, но его спасли немцы. Лекарствами новыми на нем проэкспериментировали. У него рот там был заклинен от ожогов. Вот там, это очень драматичная история. И потом наши освободили, ну, в плену был. И вот я вернусь к тому, что песня закончена была именно в день столетия Сергея Макарыча. Он умер на 97-м году жизни, он прожил долгую-долгую жизнь. Об этом можно долго говорить, ладно. Но песня так и называется, как то стихотворение Геннадия Петровича Ковчегина, которое я немножко добавил. Воздушный бой. О небо купол голубой, как слезы девушки прозрачен, Как ни крути воздушный бой, в своей природе однозначен. Прицел, открытие огня, пупор, стремительная атака, И время жизни для меня в остатке литров. Пенза от бока. Я словно бьюсь в последний раз за гранью страха, И азарта зависит жизнь моя сейчас. От воли Божьей и от фарта не жду, Когда огонь сразит. Я нападаю, защищаюсь, мне старость точно не грозит. В этом я не сомневаюсь. Иду ва-банк, на разворот, переворот. Петлю рисую, дупле там пью, как уток в лед. Я понимаю, чем рискую. Гошетку жмол врагов, клея, Деревья вблизица верхушки, И время жизни для меня равно число Патронов в пушке. Я словно бьюсь в последний раз за гранью страха, И азарта зависит жизнь моя сейчас. От воли Божьей и от фарта не жду, Когда огонь сразит. Я нападаю, защищаюсь, мне старость точно не грозит. Вот в этом я не сомневаюсь. Тузы пиковые и треф, Пестрят, бубновые и черви, Но на бортах все карты блеф. Я в небе джокер, я в юбербы. Пусть скажет, кто-то не игрок, Играет честно я по-русски. Мне жизни ограничен срок числом предельной Перегрузки. Я словно бьюсь в последний раз за гранью страха, И азарта зависит жизнь моя сейчас. От воли Божьей и от фарта не жду, Когда огонь сразит. Я нападаю, защищаюсь, мне старость точно не грозит. Вот в этом я не сомневаюсь. Ведомый, сбит, хороший друг, И два с крестами тоже сбиты, И стал до боли тесным круг, В котором я и миссер Шамиды. Теперь летаю лишь во сне, И виски давно укрылись снегом, И годы жизни стали мне Числом друзей, Ушедших в небо. Судьбой подарены годы, И не моя, но то заслуга, Ведь жизнь зависела всегда От воли Божьей и от друга. Горел не раз, был ранен, Сбит, каким-то чудом возвращался, Я знал, что старости не грозит. И даже в том не сомневался, Я верил, старость не грозит. Она еще не то раз сомневался. Я верил, старость не грозит. Дорогие мои, ну, Диски там продаются, Хотя, думаю, что у всех есть. Билеты уже, наверное, продаются тоже. Закрытие шло. Спасибо. С традиционным концертом на мой день рождения Были проблемы или возможные проблемы, Но я решил их одним махом. Просто в этом году У меня день рождения 26 июля, Оно совпадает с проведением Московского аэрокосмического салона, Который все-таки должен пройти. Это Макс. И, ну, я принял волевое командирское решение, Что я оттуда уеду на тот день. В Питере не буду давать концерт, Потому что, ну, нереально съездить еще успеть туда. А 26 июля все-таки Концерт будет здесь. Ну, если придете, Конечно же, буду рад видеть. Перебор.